Приветствую вас. Смотрите, вы правда думаете, что вам можно дать совет? То есть некое такое волшебное средство, которое позволит решить ваши проблемы. Если вы так думаете, то я полагаю, что вы очень наивный человек. Если честно, я не думаю, что вы наивный человек, и поэтому я считаю, что вы и так неополагаете. Если я исхожу из этого, из того, что вы и так не предполагаете, то возникает вопрос, почему вы даете такой запрос к психологам, заведомо обречённый на неудачи, заведомо обречённый на то же, чтобы не быть исполненным, не быть реализованным, не быть, как-то вот, по сути, осуществлённым. Да? Вот. Это первое. Второе. Действие вашего ребёнка – прямое следствие ваших действий. Как вы можете видеть, у вас не получилось построить отношения с первым мужем, и, в общем-то, это уже моменты, намекающие на проблемы в сценарном поведении. То есть, ваша сценарная модель поведения вызывает вопросы и, скорее всего, требует коррекции. Коррекция достаточно, мне кажется, серьёзная, потому что второй брак неудачный, оканчивающийся разводом – это уже достаточно сложившиеся паттерны деструктивного поведения. Бабочка. Не очень понятно, бабочка по какой линии – по линии отца вашего сына или матери, я т.е. вас, но тем не менее, я предполагаю, что эта бабочка является вашей мамой. Удивительно, что и вы, и бабочка позволяете себе на цели. Удивительно, что и вы, и бабочка, в общем-то, я так полагаю, что кричите. И вот именно в этих моментах, именно в этой сфере и следует искать ответ на вопрос, почему ваш сын поступает так, как поступает объективно, его позиция с точки зрения психологии демонстрирует потребность в любви, потребность в гармонии, потребность во внимании, потребность в каких-то личных границах, достаточно четких личных границах и защищенностях. Но откуда у ребенка возникает такая потребность? Конечно же, только от вас. Подобная потребность не может не возникнуть от родителя, а значит, вы сами транслируете ребенку, пускай не осознанно, что он может взять то, что ему не принадлежит без спроса. Ну или, по крайней мере, ребенок видит, как вы сами себе чего-то не додаете, то есть не умеете заботиться о себе, то есть не умеете радовать себя, то есть пребываете в такой полузависимом состоянии от окружающих вас людей. Хорошо ли это? Конечно, нет. Можно ли с этим что-то сделать? Конечно, да. Для этого необходимо вам поработать с психологом и обрести внутреннюю гармонию. Обладая этой самой внутренней гармонией, вы уже гораздо лучше сможете владеть собой и гораздо спокойнее перейдете к этапу позитивного воздействия на своего ребенка. Вот обратите внимание на то, что вы задаете вопрос ребенку, почему ты так поступаешь, хотя на самом деле это всегда почти звучит как обвинение. Вот, здесь я вам рекомендую, наверное, изучить ясообщения, которые могли вам помочь выстроить общение на бесконфликтной основе. Вот. Никаких советов психолог дать вам не может, потому что психологи не дают советам как таковых. Но мы будем раскрыть ваши проблемы, можем обратиться надо на ваши противоречия, там лучше вам их разместить и обрести, собственно говоря, свое собственное Я. И тогда вы сможете более открыто и более естественно транслировать его не только себе и окружающим, но и своему сыну. Кстати говоря, доверие сына получить будет, как бы вам сказать, в чем-то сложно, в чем-то легко. Сложно в том, что вы не можете просто взять и что-то начать делать для него. Делая что-то для него, вряд ли вы завоюете его доверие. Но вот делая что-то для себя, радуя себя, находясь счастливой, вы гораздо более полнее, быстрее и прочнее положите у сына к себе. Вопрос только в том, готовы ли вы реально начать это дело, готовы ли вы заняться психотерапией. Для себя, не для сына. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...